Весы, всем привет! Меня зовут Ева Лехцарь, я рада вас приветствовать на своем канале. И в данном видео мы будем снимать ваш второй прогноз на декабрь 2020 года. Год был непростым, для многих тяжелым, поэтому давайте посмотрим, с чем мы его завершим и с чем вы будете вступать в последующий год. Работать я сегодня буду с двумя колодами. Основная колода это роза золотой нити, вспомогательная это викторианская Ленорман. Для тех, кто впервые на моем канале, расскажу, как мы с вами будем выстраивать работу. Мы посмотрим общие энергии месяца, а также событийный ряд в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни. Плюс рекомендации от карт, как наиболее благоприятно, продуктивно провести данный период. На Ленорман же мы будем смотреть неожиданности данного периода. Настраивайтесь на работу, на расклад и будем с вами смотреть. Итак, общие энергии месяца, что вас ожидают в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, все арканы перед вами, все буду подносить, все буду вам показывать. Итак, общие энергии месяца. Ну, на самом деле здесь прорыв, идея, новое начало. Подозу мечей это все, что может быть связано с бумагами, документами, органами, законодательного и административного правопорядка. Помимо всего прочего, это карта, которая может указывать на какое-то плановое лечение, поскольку здесь значение у нас масса. Давайте посмотрим, для какой сферы это будет наиболее актуально, что у вас в большей степени будет волновать. Здесь по семерке жеслов отстаивать свои права, свои возможности, свои амбиции. Но это у вас будет затрагивать и вопросы, как я сказала, с документами, органами правопорядка. Это отстаивать, остро стать ультиматумом в отношениях, либо отстаивать свои позиции в коллективе с коллегами, либо с близкими. То есть это знаете, как несколько быть резким, либо резкой для того, чтобы достигать цели. Вы зачастую, люди толерантные, мягкие, вам сложно отстаивать свои позиции. Вот здесь немножечко нужно будет проявить характер. Об этом вам говорят арканы. Что же касаемо вопросов работы, то здесь по солнцу все замечательно. Работа кипит, бурлит. Единственное, могу сказать, порядка 30% тех, кто меня просматривает, у вас здесь будет отпуск. Потому что солнце это в первую очередь отдых, восстановление. Это знаете, как набираться сил. У некоторых здесь может проходить санаторно-курортное лечение даже, поэтому будет не до работы. Ну а для всех же остальных, кто все-таки занят. Для тех, кто в статусе неработающего пенсионера по солнцу. Здесь как найти себя в некой реализации, новое хобби, новые интересы. Для тех же, кто в статусе соискателя. Это знаете, как получить призвание. Это наконец-то найти нишу, в которой вы хотели бы себя задействовать. И смотрите, тройка мечей с солнцем. Единственный момент. Не будьте слишком горделивы, потому что по этим арканам можете упустить возможность. Ну, давайте скажу грубо. Можете просрать шанс устроиться на то предприятие, либо на ту компанию, которая для вас очень значима. Не упустите, пожалуйста, не прощелкайте. Потому что здесь ваша гордыня, либо ваше такое, знаете, отношение спустя рукава может сыграть здесь с вами злую шутку. Потом вам придется как бы доказывать, добиваться, достигать целей различными путями. Потому что здесь можете упустить легкую возможность. Для тех же, кто является наемным сотрудником, повторюсь, либо здесь вопрос отпуска, либо здесь еще, знаете, такой момент. Загорает ваше альтер-эго, что вас не ценят. Вас не ценят, нужно роста амбиции, роста ваших возможностей. И некоторые из вас в порыве накала и страсти здесь могут как бы уволиться. С какой целью? Доказать, что вы чего-то стоите. Стоит ли это делать? Это уже другой момент. Давайте с вами посмотрим. Ну, здесь по аркану маг. Да, вы сможете грамотно проманипулировать, отстоять. Ну, знаете, как, свои взгляды на ситуацию, свои цели. Или, например, бахнули дверью, оставили заявление, ушли. Я не могу сказать, что прям начальник тут же за вами побежит. Он может сесть подумать, да, потом, грубо говоря, позвонить и как бы обсудить этот момент. Во всяком случае, не потому, что он вами там сильно будет заинтересован, но с целью, знаете, как закрыть кадровые дыры. Чтобы, ну, потому что будет сложно, например, найти сразу же, закрыть какие-то должности отсутствием работников. Поэтому за вас в любом случае здесь будут держаться. Стоит ли идти в банк и манипулировать? Смотрите сами, оценивайте обстановку и ситуацию. Но достичь результата вы здесь можете, это 100%. Что же касаемо финансовой стороны вопроса. Колесница, прорыв, движение вперед, увеличение заработка, дохода. По этим арканам многие из вас могут здесь тратить деньги на переезд, смену места жительства, на покупку автомобиля, транспортного средства, на поездки. Но в любом случае, смотрите, приток денег у вас здесь есть. Потому что по этим арканам это, знаете, как увеличение ваших возможностей. У кого-то за счет партнера, у кого-то за счет вашей деятельности. Но тем не менее, знаете, как без денег вы здесь не останетесь. Это 100%. Что же касаемо вопросов здоровья, то вот пожириться здесь может отыграться несколько факторов. Первое, это о себе могу дать знать скрытое заболевание, на которое вы не обращали внимания. И в второй момент, здесь могут быть вопросы деструктивных воздействий. Поэтому давайте здесь для себя проясним, что здесь по факту у вас есть. Какова здесь ситуация? Смотрите, здесь идет такой вот момент. Если вы чем-то болели, могут всплыть какие-то осложнения. И вам нужно будет восстанавливать баланс. Причем баланс не только энергетический. Это могут быть какие-то витаминные комплексы, добавки, которые вам пропишет врач. То есть идет вопрос восстановления иммунитета. Если вдруг у вас здесь имелись вопросы деструктивного характера, то есть порча и так далее. Это успешные чистки, успешные поставленные защиты. Далее, если смотреть вопросы здоровья, простите, не здоровья, а личной жизни. Старший аркан суд. Это знаете, как ситуация 50-50. Безусловно, будем прояснять, но смотрите. Если у вас все шло к бракоразводному процессу, то пройдет легко без задоринки. Ну а для всех остальных это новая эра. Ну потому что для тех, кто на текущий момент свободен по суду, это возобновление отношений из прошлого. Для тех, кто находится в любовных треугольниках и связях. Вот видите, для тех, кто свободен, движение вперед, прорыв, сдвиг с мертвой точки. Однозначно будет развитие личной жизни. Для тех, кто в любовных здесь треугольниках, кардинальные перемены. Сейчас объясню, какого формата. Например, если вы в браке, то вы будете за семью. Если не свободен ваш партнер или партнерша, это будет крушение отношений. По какой причине? Потому что они останутся в семье. Если же у вас стабильные семейные связи, то здесь суд и отшельник. Это знаете, как дать больше друг другу свободы, личного пространства. Для чего? Для того, чтобы восстановиться, возродиться и потом восстановить ваши отношения на новом уровне. Потому что суд и отшельник часто, знаете, дать больше свободы для духовного, личного развития. Если же мы с вами будем смотреть совет по ситуации, то девятка Пентакли указывает здесь на вопросы самодостаточности. То есть месяц действительно очень знаковый. Смотрите, у вас все сферы жизни, ну просто солнце, колесница, жрица, суд. Тут нельзя даже сказать, что какая-то сфера наиболее знакова. Поэтому Туз Мечо у вас говорит, что кардинальные перемены могут пройти здесь по различным сферам и затронет абсолютно все. Но девятка Пентакли, она всегда делает акцент на самодостаточности. То есть это в первую очередь о том, что думайте о себе, о своей реализации. Вкладывайте деньги в себя, в свое здоровье, в свое развитие. И думайте о финансовой стабильности и безопасности. Даже если это в какой-то степени не совсем благоприятно отразится на ваших отношениях. Да, отдалит вас от партнера либо партнерши. Вы должны понимать, что финансовый аспект это залог вашего стабильного и продуктивного будущего. Потому что любовь любовью, а кушать хочется всегда. И вы по этой карте должны понимать, что в следующем году для вас финансовая база будет очень важна. Для реализации ваших проектов, задач, целей, вот того, к чему вы стремитесь. Давайте теперь посмотрим на неожиданность данного периода. Что вам здесь еще могут приготовить карты. Змея, ребенок, дом. Значит, смотрите. Появление ребенка в доме, но не вашего. Это либо вы усыновили, либо вам дали племянника, привезли внука и так далее за кем-то смотреть. Либо вы будете заниматься репетиторством. Кто-то может податься работой няне, либо заниматься детьми дистанционно. Там аниматор, логопед и так далее. Это такой момент. И здесь может еще быть появление нового члена семьи в качестве питомца. Потому что здесь карты, видите, указывают как на нового члена семьи. Может быть еще новый дом, но в том случае, если вы перейдете к теще, либо к свекрови. Вот так еще указывают аркан. Ну, потому что, видите, ключи, решение ключевых проблем. С чем они у вас будут связаны. Ну, вопросы обучения, раскрытие потенциала, новые знания. Ну, обучать еще кого-то будете. На этом, кстати, можете хорошо зарабатывать. Ну, вот такой вот у вас будет месяц. Я буду дать от вас обратной связи. Но в любом случае, давайте для вас всю ситуацию перекроем только позитивными арканами. Пусть отыграется исключительно, знаете, какие-то яркие, добрые моменты. Чтобы вас ничего не угнетало. Чтобы все плохое осталось в выходящем 2020 году. Пусть у нас он останется только в страшных воспоминаниях. И все. Вам же искренне желаю счастья, здоровья. Благоденствуйте. Я с вами не прощаюсь. И до новых встреч.